Здесь можно жить? Здесь нужно жить. Можно жить. Эта новостройка выросла всего за пять месяцев. А ведь еще недавно на Беляева 14 стояли два аварийных дома. В новой девятиэтажке 72 квартиры. Две трети из них приобретены для переселения барнаульцев из ветхого жилья. Парковка, детская площадка, в квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника. Переселенцы из аварийных домов могли только мечтать о таком комфорте. Важно, что здесь был ветхий аварийный дом. А сегодня появился новый дом. У него появляется и детская площадка, что-то попробуем еще дооформить здесь. Люди получают достойное жилье. Переезжая из ветхого, они переезжают уже в комфортную квартиру, в которой предусмотрено, что не надо делать никакого ремонта. Выполнены отделочные работы, все здесь сформировано. Проект строительства многоэтажки на Беляева поможет ускорить процесс переезда барнаульцев из ветхих домов. Дело в том, что при расселении муниципалитет обязан приобрести для нанимателя жилье, равноценное тому, которое признано аварийным. Как правило, это небольшие квартиры до 22 квадратных метров. Сегодня на вторичном рынке жилья и в новостройках такие предложения найти трудно. Этот дом решит проблему переселения 51-й барнаульской семьи. Мы очень надеемся на то, что эта программа будет интенсивно продолжаться. Жилье максимально качественное, конкурентоспособное с этой точки зрения, в очень короткие сроки и по нижней планке цены. Летом начали, все, сегодня закончили. Могли бы еще и раньше, но не было особых требований, поэтому мы в спокойном темпе закончили работу. Добавим, сегодня в Барнауле в аварийном состоянии находятся 100 домов. Переселение жителей города ведется по двум программам – краевой и муниципальный. В следующем году на их реализацию выделено около 1 миллиарда рублей. Ирина Корчагина, День с толком. Ирина Корчагина, День с толком.